Всем привет, друзья! Меня зовут Илья, я врач-стоматолог, владелец клиники Мистер Дэн. И мои друзья открыли стоматологический магазин, где продают стоматологические материалы и инструменты, которыми, кстати, я пользуюсь. Сейчас мы знаем, в нынешних обстоятельствах, в нынешних реалиях, приходится искать инструменты, те, которыми надо работать постоянно. Например, турбинный наконечник. Вы можете приобрести в этом магазине по очень заманчивой цене. Этими турбинными наконечниками я сам пользуюсь постоянно в своей практике и очень всем рекомендую делать так же. Заказывайте, ссылка ниже. С большим удовольствием представляю нашего нового спикера. Это Сурайки Илья Борисович, врач-стоматолог, ортопед и хирург, руководитель клиники Мистер Дент и автор, в общем-то, стоматологического канала, которому вы также потом сможете подключиться и посмотреть, дневник донтиста. Ну и член Евразийской стоматологической ассоциации. И тема у нас сегодня, друзья, крайне важная и я бы сказала, что очень современная, да, это применение именно микроскопа в практике врача-стоматолога. Все, на этом я передаю вам слово. Если что, я за кадром. Если что, смотрите, буду выходить. Так, ну что ж, друзья, всем добрый день. Вот сегодня мы собрались по поводу очень интересной и такой важной темы. Мы поговорим про применение операционного микроскопа в практике врача-стоматолога. Зачем он нужен, в каких случаях его необходимо применять. И вообще, насколько это необходимая вещь в клинике в настоящее время, в 21 веке. Про себя, в принципе, меня уже представили. Единственное, что скажу из данного момента, то, что мой стаж работы с операционным микроскопом уже более пяти лет. То есть у меня есть наработки по тем моментам, когда надо применять микроскоп, в каких случаях он уже не имеет для меня смысла, он мне не нужен. То есть по процессу своей работы я выработал те протоколы, где нужен микроскоп, а где не нужен. И это очень такой важный момент. Потому что многие коллеги, которые начинают работать с микроскопом, пытаются его, так сказать, применять во всех моментах. Но это делать можно не делать. Микроскоп. Что же это такое? Мы должны понимать, вот эта знаменитая такая фраза, мы лечим то, что видим. Именно микроскоп позволяет открыть нам новые горизонты в нашей практике. Бывает такое, что, знаете, профессиональное выгорание, такое понятие. Вот именно микроскоп в свое время помог мне этого избежать. Потому что рутинная практика, она надоедает, потому что все делаешь одно и то же. Но когда я приобрел в свою клинику микроскоп, для меня открылись новые горизонты, они вообще не имеют никаких ограничений. Я стал видеть, я стал замечать многие моменты и протоколы своего лечения, где были ошибки, где не было ошибок. И именно это помог мне сделать микроскоп. И вот про сегодня, про это мы, в принципе, с вами и будем говорить. Сейчас на рынке представлено очень большое разнообразие микроскопов. Тем более, что сейчас происходит на нашем стоматологическом рынке. Сейчас на рынок выходят и китайские микроскопы, и индийские микроскопы. Но есть такие вот столпы мировой медицины, мировых брендов микроскопов. Это компания CASE, это компания Cow Cups, вот красненький кружок. Это вот американская компания Labomet, как раз тот микроскоп, который я часто использую в своей практике. И CJ Optic. Это вот такие сейчас прям топовые бренды, которые применяют. Но также есть и Alteon китайские, есть топовые китайские ZoomX микроскопы, которые тоже имеют высокую цену и высокое качество сборки, высокое качество линз и передача информации через окуляры. Каждый микроскоп, он имеет свои фишки, имеет свои нюансы, но это можно понять только когда ты долго работаешь с микроскопом. Садишься точно так же, как и на машину, и понимаешь, вот как он работает и как он ездит. Мне по своей практической деятельности довелось провести много учебных мероприятий. И в принципе на каждой линейке микроскопов я поработал, и мне есть с чем сравнивать. И я понимаю, какой микроскоп хороший, а какой, возможно, чуть хуже. Разберемся вот по моментам приобретения микроскопа. Вот как только приобретают в клинику микроскоп, я бы рекомендовал сразу руководителю и врачам собраться вместе и понять, нужен ли микроскоп и будут ли на нем работать в клинике сотрудники. Потому что если микроскоп будет неактуален в клинике, то есть на нем не будут работать, ну он превратится в такую вешалку, пылесборник, он будет там красиво в углу стоять в чехле, и никто на нем не будет работать. То есть руководитель и врачи должны себя мотивировать на работу с микроскопом. Да, это будет трудозатратно, да, это будет тяжело. Первое время глаза и руки, они будут двигаться в разном направлении, ты не будешь понимать, куда вести зеркало, куда зонт, будешь где-то там тыкаться в щеку пациенту. Но это все временно. Ваше лечение под микроскопом, оно увеличится на первое время во много раз. То есть если вы раньше карие ставили, там, лечили порядка, там, сороками, ну, тупо микроскопом, в первое время у вас может это занимать до двух часов. Но это именно будет тот момент наработки ваших профессиональных навыков в работе с микроскопом. Конечно, всегда будет появляться желание, там, отодвинуть его в сторону, быстренько что-то сделать, а потом придвинуть. Нет, надо себя заставлять, иначе это просто, вот, я говорю, встанет в углу в виде вешалки и он будет, ну, никому не нужен. Какой же микроскоп выбирать по типу крепления? Это очень важный момент, вот этот вот слайд. Потому что если мы работаем в клинике, и у нас в клинике всего один микроскоп, то, конечно, я бы выбирал напольный штатив. Это история, которую можно перемещать из кабинета в кабинет, давать в кабинет терапевту, давать в кабинет ортопеду. То есть вам не надо в каждый кабинет ставить микроскоп. Потолочное крепление удобно тем, что ты его вешаешь к потолку, он у тебя стоит статично в кабинете в одном, ты не можешь его переносить из кабинета в кабинет, и он занимает очень малым местом. То есть ты его поднял кверху, и все, у тебя пространство свободное, в отличие от напольного штатива. И настенные крепления удобно для тех кабинетов, которые небольшие, либо высокие потолки, когда нельзя сделать потолочное крепление. Устройство микроскопа. Вот, в принципе, за моей спиной вы можете увидеть мой микроскоп, на котором я работаю, он, в принципе, по устройству идентичен. Здесь вы можете увидеть самые основные моменты, вот на чем держится эта система подвеса микроскопа, бинокуляры. Бинокуляры по принципу бинокля, да, наверное, многие из вас держали бинокль и знают, что есть вот бинокуляры, которые надо смещать, перемещать, чтобы все видеть в едином пространстве. Чтобы пространство не делилось на два, а было едино. Дальше у нас имеется голова, либо тело микроскопа, делитель луча, который распределяет свет на камеру и на сам объект, то есть на зуб. Пятый пункт – фотоадаптер и шестой пункт – видеокамера. Это очень важные моменты, потому что с помощью этих элементов, как вот на моем микроскопе, это видеокамера и фотокамера, мы ведем документацию всех наших манипуляций. То есть в моей клинике это ведение, запись лечения кариеса, хирургического какого-то приема. Мы создаем специальную видео, либо фотокарту, карточку пациента, где мы можем скидывать и процесс консультации, и процесс лечения. У нас всегда мы можем на компьютере открыть, посмотреть, ага, вот какие манипуляции мы проводили в виде ролика, либо в виде фотографий, и все это задокументировать. То есть это очень удобно и для клиники, и для пациента. Пациент может забыть, на какой зуб ставили пломбу, но если есть фото и видеосъемка, ни вы, ни пациент об этом не забудете. И там удлинитель бинокуляров – это тоже очень важная вещь, потому что именно удлинитель бинокуляров дает вам правильное эргономичное положение при лечении зубов. Про эргономику мы будем тоже говорить далее, потому что работа с микроскопом – это не только про увеличение, либо близкие объекты, которые мы будем лечить. Это еще и про эргономику, про удобство, чтобы наша спина не болела, чтобы плечи не болели. Микроскоп именно про это. Необходимые аксессуары при работе с микроскопом. Мы должны понимать, что микроскоп – это не только, вот просто взяли, начали лечить, это надо сменить весь свой протокол работы. К сожалению, коллегам, которые практикуют 20-30 лет, очень тяжело перестроиться на новую работу, работу под микроскопом. Потому что они привыкли сидеть на обычном стуле, они привыкли пользоваться обычными зеркалами, для них неудобен стул с подлокотниками. Поэтому, опять же, должен быть позитивный настрой на работу. Без этого точно никак не получится освоить микроскоп. Если мы начинаем работать с микроскопом, нам необходимо очень много аксессуаров заменить. Те боры, которыми мы пользовались ранее, скорее всего, под микроскопом будут казаться просто большим бревном, которое, думаешь, ну как я раньше мог сверлить? То есть, все шаровидные боры превратятся в маленькие-маленькие шаровидные борчики. Любые боры для препарирования зубов под коронки тоже будут очень маленькими, его диаметра более изящный принцип препарирования будет. Зеркала, которыми мы пользовались раньше, там, пятерка, шестерка для большего обзора, превратятся в очень маленькие зеркала, вот как на слайде видно, они дойдут до диаметра 10-15 мм. Зеркала будут нужны специально ярким, родивым покрытием, что тоже будет, может быть, не так бюджетно для клиники, как она раньше не закупала такие зеркала, но вот придется приобретать. В моем случае я работаю с зеркалами релакс, как вот на нижней фотографии. И, например, в хирургической практике при опекальной микрохирургии, при ретроградном бомбировании каналов я использую зеркала диаметром 3 мм, 5 мм. Все это, как правило, немецкое производство, поэтому за этим придется на данный момент и поохотиться, чтобы найти, и немного вложиться в плане бюджета приобретения данных аксессуаров. Далее немаловажный момент, вот я сейчас сижу на своем стуле, это стул с подлокотниками. Это тоже немаловажный момент, потому что именно стул с подлокотниками помогает вам, во-первых, удержать спину при долгой работе с микроскопом, во-вторых, разгружает вашу спину, потому что у вас есть упоры, и позволяет проводить манипуляции только кистями. То есть вы не работаете уже полностью руками, вы работаете только кистями, как микрохирург под микроскопом, только-только руками. Поэтому для этого нужен стул с подлокотниками. Это тоже такая небюджетная история, но крайне необходимая, потому что я часто вижу в интернете фотографии, либо видеоролики, где показывают, как врач красиво сидит с операционным микроскопом, но ты понимаешь, что он сидит без стула с подлокотником, не с теми зеркалами, используя не тот вид оборудования, которое необходимо использовать при данной манипуляции, то есть такое постановочное видео для рекламы клиники. Если вы не хотите приобретать стул с подлокотниками, есть сейчас большое количество на рынках отдельных подлокотников. Вот, например, снизу я добавил такую фотографию. Это вот отдельные подлокотники, которые просто фиксируются на любой стул врача-стоматолога. Они универсальны, есть специальные зажимы, их можно фиксировать. Ну и, конечно, вот самый интересный стул с подлокотниками, немецкий, это вот синий стул с хирургическими фиксаторами на нижней части, там вот где колесики. То есть вы нажимаете, и стул двигается по всем осям, вы можете зафиксировать его спереди, вы можете отъехать, зафиксировать его сзади, и все это делается только ногами. Это очень удобно, потому что бывает такое, что ты, когда смотришь в микроскоп, не отрываясь, тебе надо как-то сменить положение, вся работа осуществляется ногами. То есть тебе уже не надо куда-то отрываться, лезть рукой, все осуществляется ногами. Применение в практике врача-стоматолога операционного микроскопа. Конечно же, мы можем применять его во всех дисциплинах, кто на что гораст. Но здесь надо понимать, что освоение каждой дисциплины требует очень долгого времени. Я попробовал во всех дисциплинах, это и ортопедическое, и хирургия, эндодонтия, и гигиена полости рта. Кстати, вот сегодня мы будем говорить про гигиену полости рта под микроскопом, потому что это очень такой щекотливый вопрос, надо ли применять микроскоп при чистке зубов. И я вот покажу несколько видеороликов, снятых со своего микроскопа, и вы подумаете, надо ли вам это или нет. Скажу сразу, где бы я в свое время сейчас уже меньше применяю микроскоп. Это хирургический прием. В свое время я делал и имплантацию под микроскопом, и синус лифтинг под микроскопом. Сейчас под микроскопом я провожу только какие-либо пластики десны, это туннельные техники, либо закрытие рецессии. Там, где мне надо было с большой увеличением, я работаю, например, очень тонкими нитями, там 6.0, либо 7.0. И, конечно же, применяю в хирургии, при аппекальной хирургии. То есть, когда мне надо проводить ретроградное пломбирование каналов, мне надо сделать маленькое отверстие в кости, чтобы подобраться к корню зуба. Больше в имплантации я не использую, при синус лифтинге не использую. Все-таки мне там нужна большая мобильность. Микроскоп не дает мне такой мобильности. Хотя, например, я знаю многих докторов, которые в имплантации, в синус лифтинге, используют операционный микроскоп. Они себя очень заставляют работать, у них навык наработки очень высокий, такой левел. В ортопедической стоматологии. Сейчас мы с вами пойдем дальше по дисциплинам, в которых применяется микроскоп, в которых я применяю микроскоп, и я расскажу, для чего же он там нужен. В ортопедической стоматологии понятно, так как мы препарируем зуб, чтобы границы препарирования наши были лучше, мы должны и видеть лучше. Проведение качественного препарирования зубов под виниры, под коронки, я провожу только с применением микроскопа. Никак иначе. Возможно, я могу провести какое-то черновое препарирование, но дальше я для создания идеального глянцевого уступа использую только микроскоп. Создание предельно точного слепка. Ну, понятно, если мы хорошо и качественно отпрепарировали зуб, то мы должны получить идеальный слепок. Сделать хорошую нежную ретракцию, не травмировав десну, тогда у нас получается все классно. Контроль попадания фиксирующего цемента в промежуточные пространства между зубами. Это тоже очень важный момент, потому что под большим увеличением микроскопа я могу аккуратно отодвинуть десну, убрать, почистить весь цемент, там, где необходимо его убрать. Если цемент попал в промежутки между зубами, я могу подобраться туда либо ультразвуковой насадкой, либо насадкой с эндочаком и аккуратненько убрать оттуда цемент. Ну, бывают такие случаи, когда случайно засветил, в контакт попал, и оттуда надо все это дело почистить. Конечно, обычным ворон туда не полезешь, надо максимально, минимум, вазивно туда подобраться. Определение плотности реставрации на этапе примерки. Конечно, микроскоп позволяет увидеть точное прилегание уступок поверхности зуба, посмотреть, нет ли никаких ступенек, нет ли каких-то больших зазоров цементных, где у нас будет фиксироваться конструкция. Это тоже очень важный момент. На этом этапе можно еще отправить работу к технику и как-то доработать ее. Контроль качества расположения, закрепления конструкции. Тоже очень важно. Это, в принципе, относится к четвертому пункту. То есть, как качественно сидит работа на препарированных зубах. Будь то виниры, будь то коронки. Определение плотности десны, которые контактируют на этапе виниров, коронок. То есть, мы смотрим, если мы погрузили уступок под десну, мы можем его аккуратно отодвинуть и посмотреть, как там прилегает. Конечно, невооруженным под микроскопом это увидеть можно. Без микроскопа это увидеть почти невозможно. Работа будет казаться, сидит великолепно, но на самом деле она сидит не очень хорошо. Диагностика ортопедических конструкций, установленных в полосы рта. После фиксации бывает такое, что под микроскопом мы можем увидеть микротрещину, микроскол конструкции и уже повестить об этом пациента, либо отправить работу на переделку. Либо на этапе консультации порой приходят пациенты из других клиник, реферативные пациенты, и ты можешь оценить у них качество прилегания конструкции, дефекты конструкции, уже проведут. Пациенту объяснить, что вот смотрите, этот винир у вас треснутый, его желательно заменить. Либо этот винир треснутый, но никаких эстетических таких нарушений он не несет, поэтому пусть он будет фиксированный на вашем зубе. Можно произвести герметизацию. Обеспечивает предельную точность в любом рабочем процессе при создании конструкции, характеризующейся продолжительной эксплуатации. Но это опять же сроки службы конструкции на зубах, подготовленной с помощью микроскопа. То есть, если мы хорошо препарировали зуб под микроскопом, посадили коронку винир под микроскопом, то, соответственно, мы всегда можем контролировать и дать пациенту хороший прогноз на срок службы данной конструкции. И сейчас вот пойдут небольшие такие клинические случаи и будет небольшой клинический ролик, где я показываю процесс работы под микроскоп. Вот в данном случае к нам пришел пациент, у него был кариес на 14 и на 15 зубе. Мы убрали весь кариес, все фотографии сделаны с помощью операционного микроскопа. Для пациента специально у меня есть большой экран, чтобы показывать, что у него было, что у него стало после препарирования. Это очень удобно. Это такой, знаете, и менеджмент подход для пациента, потому что когда ты пациенту объясняешь, что у вас кариес на зубе, немногие пациенты, честно скажу вам, знают, что такое кариес. Но когда ты показываешь на большом экране большую кариозную полость, черную, которая просвещивает из-под зуба, тогда только пациент понимает, о чем идет речь. Бывает такое, что пациенты из другой клиники ко мне приходят и говорят, у меня нашли 3 кариеса, а вы нашли там 7 кариеса. Потому что, опять же, применение операционного микроскопа на большом увеличении позволяет мне увидеть начальный кариес, кариес в стадии пятна, контактный кариес, что просто взглядом, конечно же, не увидеть. Но в данном случае мы увидели, что здесь присутствует, скорее всего, контактный кариес, потому что, понятно, просвечивает 14-й зуб на контакте, и 15-й зуб имеет тоже кариозное поражение. Мы убираем все кариозные поражения, мы убираем немного, коагулируем десну по контакту и думаем, что же делать дальше. Так как на 15-м зубе у нас очень большая кариозная полость, мы даже видим, просвечивает пульпарная камера, 15-й зуб мы решили депульпировать. Здесь мы наложили кофердам, расширили канал, сделали с годоперчевым штифтом снимок и запломбировали канал. И вы уже можете видеть по фотографии сделать небольшой билдап восстановления зуба. Тоже мы все делаем это под микроскопом, для того, чтобы было максимально качественно. Всегда на всех этапах мы еще все сверяемся с рентгеновскими снимками, чтобы видеть, что нету никаких нависающих краев и всего прочего. Дальше. В моей клинике мы имеем полный цикл изготовления керамических конструкций. Я работаю на системе ЦЕРЭК. мы сканируем, мы сразу фрезеруем, мы в печке подкрашиваем и уже фиксируем полость рта. Например, данная работа была выполнена в один прием, ее тайминг был порядка полутора-двух часов от момента лечения зуба, препарирования и фиксации коронки. Вот у нас идет этап фиксации коронки. Здесь у нас есть изоляция. Мы использовали для изоляции метод, который в свое время предлагал Денис Крутиков, просто фум-лентой. Наша задача была хорошо изолировать узуб, отпискоструить зуб с помощью рандофлекса мы это сделали и зафиксировали керамическую коронку. А на 14-й зуб на контакте мы поставили просто композитную реставрацию. Ну и конечный результат мы имеем вот на фотографии наш 15-й зуб. Кажется, что он такой более позатенький, объемный, но это лишь по причине того, что он сам по своей анатомии был чуть больше. Чем удобно иметь полный цикл? То, что мы сразу в клинике фиксируем работу и какие-то доработки мы тоже можем делать прямо в клинике, не отпуская далеко пациента. И вот опять же интересный такой видеоролик. Это препарирование зубов под микроскопом. Здесь мы уже провели момент ретракции и сейчас мы проводим полировку уступов. Я всегда работаю с временными коронками, то есть на данный этап у меня всегда будет заканчиваться изготовлением временных конструкций для того, чтобы произошло созревание десны, чтобы образовались зубодесневые сосочки. Но здесь задача была какая? Показать именно, как это выглядит под микроскопом. Это название моего канала. И вот, пожалуйста, на минимальных оборотах я провожу полировку уступа. Сначала она идет специальной такой вот резиночкой тоненькой. Она не травмирует десну, поэтому никакой проблемы она не приносит. Дальше мы идем, берем специальные полировочные резинки компании KER OptiClean и уже дорабатываем наш уступ до глянца. То есть вот прям видно, как уступ становится блестящим. Конечно, при снятии оттиска с такого уступа техник будет видеть все границы без каких-либо проблем и прилегание реставрации в таком случае будет очень хорошее. Вот я добавляю увеличение и мы видим, что уступ, ну он просто прям вот горит, блестит. Пожалуйста, вот получаем идеальный хороший глянцевый уступ. Это у нас была вот фронтальная группа зубов, передняя группа зубов. Понятно, да, здесь ничего тяжелого нету. Здесь можно и обойтись просто бинокулярами, без микроскопа. Но как быть, когда мы работаем в жевательном отделе? Микроскоп позволяет нам при грамотной манипуляции головой пациента покрутить ее в разные стороны, чтобы увеличить обзор. Мы можем проводить препарирование и жевательной группы зубов. Конечно, нам нужны мануальные навыки работы в зеркало, но мы не забываем, что голова пациента тоже подвижна, поэтому ее можно тоже крутить, в принципе, в тех направлениях, чтобы вы могли под микроскопом четко смотреть, как вам надо. Вот, пожалуйста, этап ретракции Дисны. Смотрите, как она проходит нежно, без какого-либо давления, под контролем микроскопа. Здесь мы берем хорошее увеличение, степень увеличения, и проводим ретракцию Дисны. Пожалуйста, все участки, в принципе, зуба нам видны. Мы не видим только дистальную поверхность, но опять же, с помощью зеркала, хорошего рудевого зеркала, мы, пожалуйста, осуществляем ретракцию и дистального отдела зуба. Укладываем ретракционную нить. Зеркала у нас, как я говорил, релакс, очень яркие, хорошие цветопередачи осуществляют, и проводим дальше препарирование зуба. Пожалуйста, под контролем микроскопа мы можем уступ погружать под Дисну, можем работать на уровне Дисны. Микроскоп позволяет нам все эти манипуляции проводить под контролем. И вы должны понимать, что, например, препарирование данного зуба, оно не осуществляется в какой-то неудобной позе. Это все просто вот под прямым обзором со стулом с подлокотниками. Я сижу ровненько и просто смотрю в окуляры. И произвожу процесс препарирования зуба. Верхний шестой зуб. Никакой проблемы в его препарировании нет. Опять же, смотрите, я не травмирую Дисну, провожу бор довольно-таки нежно по поверхности зуба, и никаких проблем здесь не возникает. И дальше вот очень такой интересный момент применения препаратов для профилактики заболеваний парадонта и лечебных манипуляций после ортопедического приема. Скажу сразу, что я попробовал некоторые препараты из линейки BioRepair. Мне они очень понравились. На данный момент я, например, использую парадонты гель. Также использую Protection Mouse Wash. Вот Gum Protection. Очень удобный раствор. Очень, в отличие от многих ополаскивателей для полости рта, он действительно создает такой вот эффект. Мне нравится, он такая плотная консистенция. Очень освежает полость рта. Ароматизирует ее. Мне его очень нравится. Зубные нити, понятно, я даже использую в своей практике для применения при работе с кофердамом, когда мне надо, межконтактную группу пронести платок. И вот, пожалуйста, паста для применения в ночное время, Intensive Night, тоже очень классная. Зубные щетки от компании BioRepair. Мне нравится то, что большое количество щетинок. Щетинки можно подобрать под тот тип зубов, который вам рекомендует ваш врач-стоматолог. Мягкая, средняя жесткость, поэтому, пожалуйста, линейка достаточно большая. Можете выбрать soft, не soft, смотря какая у вас проблема в полости рта. Можно брать полностью такой комплекс для лечения проблемных десен, но я также рекомендую и пациентам, которые проходят лечение сейчас у врача-стоматолога, потому что при работе в полости рта в любом случае мы создаем какую-то травму, и нам надо ее как-то подживлять, вылечивать. Поэтому вот я рекомендую очень. Это зубные пасты, парадонтогель, очень хорошо лечит заболевания десен, плюс в своем составе он имеет кальций, фосфор, и кристаллы, которые помогают снижать какие-либо агрессивные воздействия в полости рта для зубов. Также интенсив найт, зубная паста, очень классная, тоже содержит кальций, фтор, содержит также ксилитол, очень важный компонент, который помогает снижать заболеваемость кариеса в полости рта для зубов. И вот мой, конечно, вообще фаворит всей этой истории, это гамм протекшн. Вот как врач, как стоматолог, это на самом деле и вам, коллеги, рекомендую его попробовать, реально крутая штука. Разводишь ее в этом мерном стаканчике, полоскаешь, и ты понимаешь, что это не какой-то там другой раствор спиртосодержащий, а действительно освежающий полость рта, усиливающий селивацию, а понятно, что чем больше слюны, тем больше очищающий эффект в полости рта, поэтому моя рекомендация к данному препарату 100%. Антибактериальный ополаскатель для полости рта, он всегда стоит у меня в рабочем варианте. Мы рекомендуем всегда нашим пациентам после каких-либо хирургических вмешательств, потому что, опять же скажу, все сопряжено с травмой, с трещинами губ, где-то травмировали десну, все это дело надо подживлять, потому что процессы протезирования, они не стоят на месте, нам надо двигаться, если мы будем работать в воспаленной слизистой, в травмированной десне, ничего хорошего мы не получим. Тоже отличный вариант использования данного препарата, тем более у него не просто смывающаяся какая-то жидкая консистенция, у него густая консистенция, которая остается на мягких тканях полости рта. Это очень важный момент. Любые препараты, применяемые в полости рта, должны иметь хоть какую-то адгезию к мягким тканям. Именно с помощью адгезии они будут действовать. И вот, пожалуйста, парадонтогельтритмен тоже препарат, который мы рекомендуем пациентам при травматизации десны, после гигиенических мероприятий, когда мы, допустим, убрали зубной камень, тоже рекомендуем пациентам использовать данный гель. Он защищает, увлажняет слизистую, также он может восстанавливать эмаль за счет своих компонентов, поэтому использовать его в терапевтическом лечении, в парадонтологическом лечении я бы тоже рекомендовал своим пациентам. Ну и рекомендую, соответственно. И мы переходим от ортопедии к эндодонтическому лечению зубов с помощью микроскопа. Эмдодонтическое лечение под микроскопом это вообще новый мир, новый такой горизонт, потому что мы работаем в маленькой полости и мы работаем в корневых каналах, которые порой бывают тоньше волоса человека. До недавних пор лечение зубов, допустим, где-то там сломался инструмент, запломбированные каналы резорцинформалиновым методом. Это все шло на удаление. И только сейчас при применении операционного микроскопа мы можем сохранять те зубы, на которых раньше просто вешали знак на удаление. Например, в своей практике при применении микроскопа я провожу такие вещи, как извлечение сломанных инструментов, извлечение штифтовых конструкций в корневом канале, допустим, стекловолоконный штифт или металлический штифт. Все это можно убрать под большим увеличением. Также можно убирать образование внутри пульпарной камеры, такие как дентикли, либо находить скрытые каналы, которые, например, не видно. МВ2, МВ3, МВ4 бывает такое, что можно все это находить и проходить с помощью микроскопа, потому что микроскоп позволяет тебе увидеть пульпарную камеру и увидеть угол работы с корневым каналом. Под каким углом где заходить в корневой канал? Если здесь есть эндодонтисты, они понимают, о чем идет речь. Бывает, что МВ2 находится под таким критичным углом, что бывает без микроскопа, без оптики просто туда не подобраться. Микроскоп позволяет эндомотор развернуть так, как удобно и позойти в этот МВ2 под каким бы углом он ни находился. Микроскоп сегодня не является таким обязательным инструментом в клинике, но на самом деле я в своей практике не представляю работу без микроскопа. Будь то эндодонтическое лечение, будь то ортопедическое лечение, будь то хирургическое, без микроскопа я не начинаю работать. Мой рабочий день начинается то, что допустим в 10 часов я сел за микроскоп и начал принимать пациента и заканчиваю работу тоже под микроскопом. Поэтому это очень такой вот важный момент. Вот, пожалуйста, еще один такой ролик клинический, это лечение зуба с применением микроскопа. Здесь пока вот я не включил ролик, вы можете увидеть насколько важно иметь качественные зеркала. Опять же возвращаемся к моменту аксессуаров для стоматолога. Вот отражение должно максимально точно, без каких-либо искажений, без какой-либо потери яркости передавать вам всю информацию по микроскопу. В эндодонтическом лечении преимущество микроскопа это создание пульпа самого трипанационного отверстия. конечно без микроскопа врач выпилит в зубе вот такую вот полость, чтобы ему было визуально видно, где он там лазит, как он начинает проходить корневой канал. Микроскоп позволяет нам создавать точечный доступ, либо как в нашей среде говорят ниндзя доступ. Если врач хорошо знает анатомию зуба, то он создает точечный доступ. Вот, например, в данном случае, в данном видеоролике я использовал просто шаровидный бор и одним движением прошел пульпарную камеру. Вот, пожалуйста, здесь идет этап ирригации корневых каналов с помощью гипохлорида. Все визуально у меня под контролем. Вот, посмотрите, как видны устья каналов. Это просто вот точечка. Все, больше мне не надо рассверливать зуб. Больше мне не надо рассверливать зуб. И если вы обратите внимание, какой это зуб, коллеги? Это зуб, подкрытый керамической накладкой. То есть, операционный микроскоп позволяет мне также работать и на витальных зубах, которые были запротезированы какими-либо конструкциями. Мне не надо ее как-то проводить ее сильное разрушение, этой конструкции, либо снимать эту коронку. Я могу точечно, почти невидимым создать репанационное отверстие, потом его закрыть по принципу шахты, импланты, и все. Никакого дефекта коронки я не создал. Эстетического дефекта тоже никакого не будет. Поэтому микроскопы это очень классная штука. Бывает такое, что покрыл зуб керамической коронкой витальный зуб, а он через какое-то время разболелся. Пожалуйста, вы можете пациенту сказать, я вам сделаю минимальное трепанационное отверстие, удалю нерв, запламирую канал, и вы никогда не увидите место, где было проведено лечение. То есть не надо снимать коронку, не надо снимать виниры и вкладки. Все можно проводить с помощью маленьких отверстий с применением микроскопа. немаловажно, потому что без микроскопа я сомневаюсь, что можно создать такой мини-инвазивный доступ. Также вот, например, извлечение каких-либо штифтов из корневых каналов. Опять же, мы имеем хороший обзор, обзор через зеркало. Пожалуйста, с помощью ультразвука я провожу извлечение металлического штифта из корневого канала специальными такими круговыми движениями вибрирую по штифту и, пожалуйста, тем самым его извлекаю. Мне не надо как-то рассверливать там вокруг штифта, либо еще какие-то манипуляции с ним проводить. Просто аккуратно мы работаем по штифту и его извлекаем. Вообще, вы должны понимать, что работа с микроскопом это сохранение, мини-инвазивность, это минимальное вмешательство. Я вообще считаю, что работать без микроскопа это экстрим, экстрим. Применение в эндодонте средств профилактики. Ну, понятно, не только в эндодонте, возможно, я бы сказал, и в терапевтическом варианте, потому что мы понимаем, что есть кариес, есть налет, есть зубной камень, и здесь нам нужны препараты, которые оказывают профилактику. Пожалуйста, вот при повышенном образовании налета мы должны понимать, что у нас зубные пасты должны содержать абразив, потому что его надо счищать весь этот налет. Если вдруг пациент не может попасть к приему к стоматологу, то хотя бы он должен осуществлять хорошую качественную гигиену в полости рта собственными средствами. И вот данный, вот, например, препарат, он очень классно закрывает микротрещины, он помогает убирать налет с помощью абразива, и также он содержит лактоферин, действующий как антибактериальный агент, но еще немаловажно, он опять же содержит цинк и ксилитол. Очень, кстати, классная штука. Потому что, кстати, мы знаем, что причина возникновения у нас кариеса, это бактерии, стрипатахокус, мутенс, опять же, и его надо как-то убивать в полости рта, и данная паста очень с этим хорошо справляется. Интенсивно, пожалуйста, ночной уход и увлажнение. кстати, если вы не знаете, что у нас ночью происходит процесс очищения полости рта с помощью усиленной солевации, то есть, именно слюна помогает нам очищать все наши зубы. И чем лучше мы увлажняем нашу полость рта, тем меньше у нас возникает раз каких-то либо микротрещин, поражений на слизистой полости рта, но также у нас и увлажненное слизистое увеличивает солевацию. Тем самым она и у нас очищается все зубы. Но здесь также у нас содержится он и цинка и опять же ксилитол, который борется с причиной возникновения калиеса. Это бактерии стрептококос мутенс. Опять же, немаловажный момент это чувствительность зубов, с которой приходят почти все пациенты. Помимо того, что я могу пациенту под микроскопом показать микротрещины либо какие-то предисневые поражения, но я также могу пациенту назначить и средства гигиены, например, такие как биорепэ, вот понятие такой sensitive, чувствительность, да, все, что может снижать чувствительность. Мне, например, нравится применение кап, специальный препарат, вот такой для реминерализации эмали, микрорепэ. Почему мне нравится кап? Есть категория пациентов, которые любят что-то сами поделать руками. И вот когда ты им даешь капу, рассказываешь, что надо делать, очень многие любят дома позаниматься такими вот историями, что-то для себя внести в капу, одеть, посмотреть, какой будет эффект. Поэтому я очень рекомендую пациента. данный вот препарат. Также немаловажно мы понимаем, что если мы пациентам делаем какое-либо отбеливание, профилактические процедуры, что-то типа ультразвуковое чистки, чистки аэрофло, потом возникает чувствительность. И эти зубы тоже надо поддерживать какими-то рем-средствами. Например, вот опять же данный препарат биорепэ очень классно с этим справляется, потому что здесь действительно оказывается тот объем веществ, которые укрепляют состояние зубов и снижают чувствительность. Я пациентам перед отбеливанием рекомендую данный препарат принимать где-то порядка полутора-двух недель и после отбеливания тоже обязательно, потому что бывает такое, что чувствительность после отбеливания очень сильная. Также у пациентов с клиновидными дефектами, при эрозии мари тоже можно назначать данный препарат, но, конечно, пациент изначально должен проконсультироваться со своим стоматологом. Ну, немногие пациенты уделяют этому вниманию, почему-то многие рекомендуют сразу в пришельчную область поставить пломбу, либо покрыть зуб виниром, хотя сначала надо побороться с проблемой возникновения. Гигиена полости рта под микроскопом. Это тема, с которой всегда возникает очень много вопросов, потому что, ну, как же так, Лея Борисович, ну, проводить гигиену под микроскопом, наверное, это какое-то там вообще извращение. На самом деле, ничего подобного, лечь гигиена под микроскопом, это самая крутая штука, которую я практикую в своей практике в последнее время. Мы должны понимать, что лучше бороться с причиной, чем с последствиями, да. Например, вот есть в Бразилии такая клиника, по-моему, профессора Мало, если я не ошибаюсь, например, у него, по-моему, семиэтажная клиника и пять этажей это профилактические этажи, где проводят гигиену, чистку зубов, все остальное это лечебное, то есть там они в Бразилии действительно уделяют большое внимание гигиене полости рта. Поэтому сейчас очень большое количество пациентов, которые за этим действительно следят, приходят раз в три месяца, приходят либо раз в полгода на профилактические осмотры. Им всегда надо чистить. Бывает такое, что мои пациенты всегда приходят и говорят, Илья Борисович, а давайте посмотрим мою видеокарточку, какие были в прошлый раз у меня зубы. И сейчас сравним с нынешней ситуацией полости рта. Мы открываем, смотрим. Вот, кстати, очень классный момент применения микроскопа. Под микроскопом врач видит мельчайшие трещины на эмале зубов, видит раннее образование кариеса, как я уже говорил, то есть точка, либо где-то какое-то затемнение в физсурии, все это тоже можно увидеть под микроскопом. Воспаление десен, ну, это видно в принципе и без микроскопа, но на начальной стадии тоже все это можно увидеть. Герметичность пломб это очень важный момент, потому что приходят пациенты, говорят, что пломбу ставили там полгода либо год назад, но ты показываешь на большом экране, что пломба уже не герметична, этот шов уже прокрашен, он забивается остатками пищи, то есть это зона, где скоро точно появится кариес, либо просто пломба выпадет, либо произойдет скол зуба. Мягкий зубной налет и небольшие остатки зубного камня, они тоже очень видны, и причем виден камень не только который на поверхности зуба визуально, ну, визуально видно, но и поддесневой зубной камень, когда под микроскопом мы из пустера дуем, десна немного отодвигается, мы видим камень в углублении на поверхности кор. Трещины, рецессии десны, трещины коронки, пожалуйста, пациентка пришла к нам в клинику, мы смотрим виниры, которые поставили полгода назад, и вот какая ситуация здесь присутствует. Во-первых, можно вот даже по этим трем фотографиям сказать, здесь имеется дефект коронки, которые установили, то есть, вот, пожалуйста, коронка четвертого зуба, она треснула, в принципе, трещина идет продольная, но ладно, бог с ней с этой коронкой, она, если по адгезивному протоколу зафиксирована, пусть стоит, ничего с ней не будет. Но мы видим рецессию десны, очень сильная рецессия, по какой причине она возникла, скорее всего, в качестве прилегания, потому что здесь был достаточно большой зазор, туда попадают остатки пищи, плюс пациентка не владеет качественной, грамотной гигиеной полости рта, вот так вот работает щеткой, когда надо, круговыми движениями. И мы видим образование зубного налета, на стыке винир зуб, вот на фотографии видим, что зуб весь в пигментированном налете, что здесь нужна, конечно же, гигиена. пациентка об этом ни о чем не знала, она просто пришла на осмотр, посмотреть, все ли у нее хорошо. Пожалуйста, с помощью микроскопа мы вот буквально на небольшом участке нашли много проблемных моментов, а пациент уже для себя сам решит, надо ли ему это делать или нет. Мы все задокументировали, мы все показали на экране, мы сделали фотографии, пациент все это видит и уже сам для себя решает. мою такое вот кредо в моей клинике мы ни на чем не настаиваем. Наша задача показать зубы пациента, составить план, пациент сам уже решает, что ему делать. Ультразвуковая чистка под микроскопом. Ну, понятно, в принципе, каждый коллега проводит эту чистку, но не каждый коллега знает, как это выглядит, в принципе, под большим увеличением, если он не работает с микроскопом. И вот я записал буквально несколько дней назад, для вас думал найти какой-нибудь интересный клинический случай. Вот, пожалуйста, под микроскопом мы проводим гигиену полости рта. Удаляем зубной камень. Здесь зубной камень не темный, не пигментированный, над десневой. И с помощью ультразвуковой насадочки я его удаляю. если бы я здесь добавил увеличение, можно было бы еще и заглянуть в поддесневую часть и посмотреть, есть ли там у нас остатки камня или нет. Но светлый камень, конечно же, видно меньше, а вот если бы был бы темный, его бы очень было хорошо видно под десной под микроскопом. вот пожалуйста, ультразвуковая чистка. Ну вот когда вы видите данный момент, вы можете все это записать, где-то выложить, поделиться с коллегами, показать пациенту процесс. Я считаю это идеальная мотивация, чтобы пациент в дальнейшем вернулся именно к вам, там, где под визуальным контролем пациенту сделают чистку. Потому что ко мне приходят пациенты после чистки там двухдневные, трехдневные ты смотришь и пациенту говоришь, вам надо сделать чистку. Они говорят, в смысле, доктор, я ее делал два дня назад. Я говорю, все, не вопрос, снимаю видеоролик, показываю, показываю фотографии, смотрите сами. Делаю осмотр полосерта под микроскопом, показываю скрытые участки, где остался камень, где остался налет. И пациент говорит, что же мне там делать без очистки? Я говорю, наверное, ее делали без оптики, без микроскопа и упустили какие-то участки. Кто-то может спросить меня, ну, конечно, очень легко делать на нижней челюсти, никаких проблем нет, но ничего, у меня есть ролики из жевательной группы зубов на верхней челюсти. тот из коллег может работать уже с микроскопом, либо начинает работать и спрашивает, а как так, чтобы не заливало зеркало под микроскопом? Все очень просто, надо убирать зеркало на куда-нибудь другую область полости рта, направлять туда уже и смотреть только через зеркало, тогда у вас ничего заливать не будет. Вот таким вот образом под микроскопом мы провели чистку зубов на нижней челюсти, в принципе, это самое частое место расположения зубного камня, реже он бывает там на верхней челюсти либо еще в каких-то местах, но вот на нижней челюсти, как правило, это вот зона, область от клыка до клыка, либо от пятого до пятого зуба, на верхней челюсти реже возникает зубной камень в том объеме, в котором мы привыкли видеть. Аэрфлоу-чистка. Многие коллеги пренебрегают этой методикой, я ее использую всегда, она у меня идет в комплексе профилактическая чистка зубов, поэтому я всегда рекомендую. Я в своей практике использую аппарат ProfiFlex, вот его можно увидеть, и использую очень нежный порошок. Это от компании 3M на основе глицина. в отличие от других порошков, которые мы привыкли увидеть на рынке, он минимально абразивен, он, можно сказать, как пыль, и совершенно не травмирует десну. Я его использую при работе при мастовидных конструкциях, либо при работе в области имплантов, когда у нас есть вопрос о переимплантите. то есть мы зачищаем эту поверхность с помощью Airflow на основе глицина. Вот, пожалуйста, тоже записал буквально недавно для нашего вебинара вот такой вот ролик «Принцип действия Airflow». Понятно, что это воздушно-абразивная смесь, которую убирает именно пигментированный налет. Но вот как я все это вижу под микроскопом, как просто вот налет исчезает с зубов. И ясное дело, что от моего взора не уйдет никакая черная точка, уж точно не останется на зубе. Потому что если она останется, я возьму и к ней вернусь и уберу ее где бы она ни находилась. Вот, пожалуйста, от Дисны к режущему краю мы перемещаемся и убираем весь пигментированный налет. Точно так же мы можем идти и с язычной поверхности, с немной поверхности и никаких проблем у нас нет. Мы должны не забывать, что голова пациента подвижна. Надо нам почистить например левую часть, поворачиваем голову пациента и так же под микроскопом все чистим. Потом поворачиваем вправо, так же под микроскопом чистим жевательный отдел. Все. Никаких трудностей вообще нет. Просто надо себя заставить иначе. Зубы, пожалуйста, верхняя челюсть чистим. Нижняя челюсть чистим. Здесь я решил показать два метода. Это чистка ультразвуковая и чистка с помощью Airflow. Знаю, многие коллеги, почему именно в таком формате я показываю, они не делают чистку почему-то аппарата Airflow либо нет его в клинике, они вот так чистят ультразвуков. Это вот, наверное, больше для них, почему они не используют Airflow. Это вот мы сейчас убрали с шестого зуба просто ультразвуком пигментированный налет. Ну, в принципе, такая история тоже имеет место быть. Ну, просто мне не особо нравится, когда тебе по зубу убирают налет долго-то. Ультразвук. Сам по себе просто я это знаю. И вот, пожалуйста, дальше я показал метод Airflow, как мы убираем тоже пигментированный налет. Здесь вы даже можете увидеть, когда струя попадает в области Дисны, там тоже осуществляется визуальный контроль в очищении всех пигментированных участков. То есть струя дует, Дисна слегка отодвигается, и я могу визуально увидеть, ага, остался у меня там фигментный налет, либо не остался. Может быть, остался камень, тогда я вернусь к ультразвуку и его уберу. Применение операционного микроскопа в хирургической практике. Понятно, я уже сказал, это опекальная микрохирургия, это пластика Дисны, но вот я добавил небольшой такой ролик, этап удаления зубов мудрости с операционным микроскопом. Здесь есть у меня такой свой наработанный протокол, я работаю стоя, чтобы подобраться к любому участку зуба, зуба мудрости, и провести его удаление под микроскопом. Для меня сейчас на данный момент с помощью микроскопа не существует трудных восьмых зубов. Все зубы удаляются очень просто, есть, конечно, нюансы порой, когда зуб лежит рядом с нижним челюстным нервом, но все равно это стало гораздо проще. Операционный микроскоп, большое увеличение, правильные и хорошие инструменты, правильные и хорошие боры, фрезы, и тогда сепарируя данный зуб, мы осуществляем его удаление очень легко. Вот, пожалуйста, я расположил пациента, настроил микроскоп, я стою, я смотрю вдаль, просто представьте, что я смотрю куда-то в горы, и на самом деле перед моими глазами просто находится картинка того восьмого зуба, который я планирую удалять. Вот так вот, мы вместе с ассистентом. Вот здесь можно увидеть, что ассистент немного тянется, вообще мы используем специальную такую вот подставку, чтобы ассистент стоял выше меня и контролировал сбор слюны. Нет, здесь, скорее всего, пациент, ассистент стоит на подставке. Но вот сам факт, что да, вот, пожалуйста, расположили пациента, настроились, дальше я для ассистента вывожу на дисплей, на телевизор, процесс наш хирургический, чтобы ассистент тоже контролировал свое местоположение. И мы начинаем удалять этот взор. Консультация, презентация для пациента. Я уже сказал, да, что любая маленькая черная точка под микроскопом, выведенная на экран, становится очень большой. Дальше, фото и видеопротокол на этапе консультации. Пожалуйста, мы пациенту можем проконсультировать, потом мои пациенты встают, смотрят на экран, и я уже как на большой доске включаю этот видеоролик и повторно провожу консультацию. Показываю, рассказываю все нюансы, я записываю, там, где плохо прилегают пломбы, я отдаю большое увеличение, и все, все, все это рассказываю. Запись операции для решения спорной ситуации. Микроскоп очень много раз меня спасал, как я и говорил, от тех моментов, что где-то пациент что-то забыл, где-то что-то упустил, микроскоп выручает. Лилия Борисович, у меня выпала пломба, которую вы ставили. Так, погодите, стойте, давайте откроем нашу видеокарточку, посмотрим, ага, вот он, наш этап лечения, вот наш этап препарирования, видеоролик, ага, нет, смотрите, мы ставили пломбочку на, допустим, 15-м зубе, а у вас выпала пломба из 14-го, поэтому давайте ставить на 14-й зуб пломбу. Ну и, во-вторых, это лечение под микроскопом, это всегда такой вау-эффект для пациента, потому что все-таки сейчас микроскопы не везде, как бы их не пропагандировали, не в каждой клинике они есть, либо есть, но на них не работают, как я уже тоже говорил, поэтому владея микроскопом это всегда такой вау-эффект и престиж клиники, в любом случае вы поднимаете статус. Эргономика. Очень много мы говорили с вами про лечение под микроскопом и преимущества, но вот сейчас мы поговорим про эргономику, вообще для чего это надо, потому что микроскоп это не только про качество, но и про здоровье для самого врача. Поскольку во время работы мы сидим очень долго, манипуляции очень продолжительные по времени, нам надо находиться в правильном положении, чтобы ничего у нас не болело. Тело должно быть расслаблено состояние, должен быть баланс положения в пространстве, поэтому вам нужен, как я уже сказал, очень удобный стул, вам нужно правильное положение, немаловажно, поддержка поясницы вашей спины и, конечно же, подлокотники, которые снимают напряжение со всех предплечий, с плеч, это тоже очень важный момент. Часто на просторах социальных сетей либо каких-то роликах я замечаю такие моменты, что для хорошей картинки, для показателей, что в клинике используется операционный микроскоп, врач сидит неправильно. Ну, вот, конечно же, мы должны сидеть идеально ровно, мы должны соблюдать все горизонты, вы должны смотреть четко вдаль, ваша голова не должна смотреть куда-то вверх, вы не должны тянуться в микроскоп, вы не должны вытягивать шею вниз, то есть, вы должны вот сидеть, как вот я показал на фотографии, ровно, все ваши горизонтальные части должны быть идеально ровны, руки должны быть на подлокотниках, никаких изгивов, таких, 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 ничего не должно быть. Вы просто вот сидите и смотрите вдаль в микроскоп. Микроскоп это все хорошо, научиться можно, но без грамотного ассистента эта история такая же бесполезная, микроскоп, ну, как я не знаю, бесполезно работать в микроскоп без ассистента, это 100%, поэтому, если у вас нет ассистента, либо его надо иметь однозначно, всех своих ассистентов я учу под себя, порой бывает устраиваться на работу ассистентом, что где-то что-то работали, но когда касается вопроса работы в четыре руки с микроскопом, всегда возникают проблемы. Процесс обучения ассистента, он очень долгий, кропотливый, надо быть таким смиренным, потому что порой хочется наказать ассистента, но как только ассистент все это освоит, он становится прям вот единицей вашего такого вот взаимодействия, да, вы становитесь одним целым, вы, микроскоп и ассистент. Для ассистента вы можете, вот как на моей фотографии, повесить перед ассистентом вот такой вот экран, на котором выводится весь процесс лечения, и ассистент понимает, какой сейчас этап лечения идет, какую манипуляцию мы сейчас проводим, и он может понимать, надо собирать слюну, не надо собирать слюну, и сам контролировать свои действия, то есть мои девочки, они понимают, что ага, вот сейчас, допустим, сверлим, значит, надо собирать слюну здесь, сейчас вот он препарировал полы, значит, надо давать протравку, бражку, прайвер, адгезив, коломбу ставим. Можно добавить специальный мостнаблюдение для ассистента, то есть ассистент будет сидеть точно так же в микроскоп, смотреть, как и вы, и видеть все точно так же, то есть вот снизу на фотографии вы можете увидеть специальный адаптер на микроскоп, порой он стоит как половина микроскопа, но очень тоже удобная вещь, но опять же, не каждый ассистент готов осваивать, все-таки многим очень удобно, например, смотреть просто на экран, но для ассистента в более эргономичном положении будет все-таки наблюдение через окуляры, потому что ассистент будет точно так же сидеть на специальном стуле, он будет точно так же находиться в эргономичном положении и тоже работать, как правило, кистями, как и вы, то есть будет реально вашими четвертыми второй парой рук. Передача ассистентом инструментов это вообще целая отдельная наука, которой вы должны обучить вашего ассистента, потому что передача инструментов должна осуществляться без отрыва ваших глаз от микроскопа, то есть вы всегда смотрите в микроскоп и все манипуляции вам проводит ассистент, если необходимо, он забирает зеркало, передает зонт, необходимо, передает какой-то другой инструмент, и то есть все вот эти манипуляции проводятся ассистентом. Вы работаете как единый организм, то есть все, вот я, если я вот так отодвигаю зеркало, ассистент его протирает сразу же, если я отодвигаю ему зонт, значит он не передает гладилку, то есть у вас идеально слаженная команда, называется это все методика пальцевых захватов, то есть пациент, ой, ассистент с вами взаимодействует, конечно, вы можете все еще это озвучивать голосом, но как правило, если ассистент настолько хорошо и грамотно обучен, то он все это будет делать точно так же, как и вы с пониманием ген. Все, то есть я отпрепарировал, если я взял протравку, ассистент мне уже дает для активации протравки брашку, все, я отодвигаю зеркало, она уже его протерта, все, если даже я вот так просто куда-то отодвину зеркало, она на автомате его даже в этом месте протрет, мне не надо будет ей говорить протри, она всегда его будет протирать, если я делаю движение зеркалом вот так, все, это априори ничего не будет. И вот как происходит в наших взаимодействиях с моим ассистентом, я сижу, лечу, мы лечим, это правда старое видео, вот, пожалуйста, этап, мы заизолировали, поставили кофердам, вносим либо праймер, скорее всего праймер, у ассистента вся эта трансляция происходит перед глазами, вот, это препарирование под микроскопом, опять же, смотрите, применение микроскопа создает вам чистое поле, вы заизолировались кофердамом, вы работаете в идеальных таких условиях, все-таки мы врачи-стоматологи такие перфекционисты, да, нам нравится, когда все убрано, все чисто, красиво, точно так же и я люблю, когда у меня в полости рта все по полочкам, что нету ничего лишнего, что могло бы мне мешать, я всегда, вот, если необходимо, платочек кофердама протру, чтобы все было чистенько, красиво, поэтому это тоже очень важный такой момент. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать в том нашем временном регламенте, который у нас с вами есть, вы можете подписаться на мои социальные сети, можете подписаться на мой YouTube канал Дневник Донтиста, он очень большой, я выкладываю очень длинные ролики, он есть и на английском, для англоязычной аудитории, там выкладываются одни ролики с субтитрами, либо с озвучкой английской, либо есть YouTube канал с русскоязычными вариантами, где мы рассказываем интересные клинические случаи из мира стоматологии, либо просто мы делимся какой-то полезной информацией, и очень много клинических случаев, снятых под микроскопом, тоже на этом YouTube канале. Понятно, ВКонтакте, и, конечно, есть Телеграм-канал, на котором вы тоже можете посмотреть все мои ролики, поэтому, в принципе, контактов для связи здесь вполне достаточно, переходите, подписывайтесь в социальные сети, и я буду всех раз рад видеть и ответить на все вопросы. Вот так вот, в принципе. Спасибо большое, было очень интересно. Так, уважаемые участники, сейчас есть возможность задать вопросы, вы пишите в чат, если они у вас возникли. Я немножко вопросов насобирала в ходе эфира, сейчас, собственно, их так... попробую зачитать, но что-то, может быть, уже просто отвечали, что-то нет. Здесь я вижу, что был вопрос по микроскопу Zoomax, вообще просто спрашивают, как вы к нему относитесь. Отличный, да, отличный микроскоп, сейчас очень много на рынке, Олег Бронин занимается, вот поставка их в Россию, поэтому можно выбрать любую комплектацию для себя, сейчас есть топовые комплектации, автоматизированные, с магнитными механизмами, поэтому выбор большой. Классный микроскоп. Так, и вот я вижу еще вопрос про Airflow, разве можно ее проводить, гигиену с Airflow под микроскопом, и сколько по времени длится процедура под микроскопом? И также вопрос, сколько стоит у вас проведение профгигиены под микроскопом? Профгигиена у нас по стоимости это 10 тысяч рублей, это комплексная такая услуга, это удаление наддесневых отложений, поддесневых отложений, Airflow, шлифовка, полировка зубов, и уже рекомендация по профгигиене, и опять же у тех препаратов, например, от компании BioRepair от чувствительности, например, капы вот эти назначаем, поэтому тоже очень классные. то есть это вот всего порядка 10 тысяч рублей, и Airflow, да, у нас всегда под микроскопом проходит. Единственное, что микроскоп, конечно, от этого страдает, потому что все-таки пыль от него летит, но потом надо просто производить обычные стандартные гигиенические мероприятия, мы даже иногда бывает пылесосим, меняем фильтра какие-то, вот так, все как обычно. Airflow без микроскопа, я говорю, я очень часто встречаю эти случаи, когда недочищены, хотя делали Airflow. И контроль, контроль, после чистки я всегда еще повторно, раз-два, пробегаюсь под микроскопом, точно смотрю все уголки полости рта, мало ли на каком-то зубе остался где-то налет. Супер. Так, где располагать зеркало, насколько близко или далеко от зуба, и есть ли вообще нюансы в расположении зеркал на верхней челюсти и на нижней? Да, работа всегда с дистальными поверхностями на зубах, это всегда очень трудно, на это надо очень приноровиться работать, это с первого раза никогда не получится, но я всегда, если я понимаю, что мое зеркало сейчас будет заливать струей воды либо там от ультразвуков, либо от Airflow, я его просто смещаю в противоположный угол полости рта, фокусируюсь только на зеркало, а зеркалом уже направляю на те зубы, которые будут проводиться там лечение, чистка и все прочее, чтобы мне не заливал. Просто меняем положение, отводим зеркало как можно дальше и все. Либо есть такая старинная история, что пациент, ассистент может из пустера вам как-то сдувать воду, которая попадает. Поэтому вот так. Всегда ли положение врача на 20 часов при проведении профгигиены? Да, всегда. То есть мы не рассматриваем вариант, когда вот эти картинки, опять же, из интернета, когда там врач из своего вот этого положения на 9 часов вот так же поворачивает микроскоп и так же как-то проводит лечение. Всегда на 12 часов вообще, ну, я уже привык просто на 12 часов сидеть и все манипуляции могу проводить только из 12 часов. Мне не надо никуда крутиться. Опять же, это и есть такая возможность до комплектации микроскопа. Есть поворотные кольца, которые помогают при работе с микроскопом. Есть комплектация Мора и прочее, 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 но это уже такое углубление в комплектации микроскопа, чтобы сидеть только вот на 12 часов. Так, мы на связи. меня слышно? Слышно, не слышно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слышно сейчас? Вот, да, сейчас слышу. Сорри, что-то, да, что-то произошло. Вопросы вот в чате. Вы какое-то еще успели разобрать, пока я перезагружалась? Нет, нет, нет. Мы ждали. Хорошо, сейчас тогда я найду. Значит, вот я вижу вопрос, на том увеличении вы делаете гигиену так что еще раз на каком увеличении делаете гигиену я всегда начинаю рекомендую начинающим коллегам кто начинает работать с микроскопом просто все микроскопы они имеют разные степени делать не могу сказать на второй степени либо какой вот есть первая степени это просто когда мы видим там 3-4 кратное увеличение я работаю на второе как правило это десятикратное увеличение либо 7-10 кратное увеличение так вопрос который мне приятен как относитесь к биорепер к биорепе перебиома про и перебиом это который с пробиотиками да скажу сразу в каких случаях и рекомендуйте я вот рекомендую в случае когда есть воспаление десен причем мне нравится именно комплектация которая виде мусса потому что ее можно брать куда хочешь собой допустим если мы куда-то едем в отпуск то я могу просто положить ее в сумку и вести то есть я либо если в машину то она просто может быть менялась здесь подлокотники находиться раздавая в принципе мы дезодорировали полосы рта и провели такие очистительные мероприятия плюс она снимает воспаление здесь очень хорошо особенно пациентам опять же после стоматологического лечения сегодня мы что-то полечили опа если она у вас есть отлично поможет воспаление влияет ли микроскоп на зрение вот так сказать как сказать на зрение не влияет но на первое время будет очень тяжело привыкли надо к нему адаптироваться потому что первое время врачи которые начинают работать с микроскопом они говорят почти об одном и том же такое ощущение что меня раскачали на каруселях и мне сейчас все кружится тошнит и а потом все нормально здесь возникает именно больше такие взрослые изменения потому что зрение у всех со временем портится все равно мы работаем с мелкими объектами без этого никак это уже такие издержки но здесь уже спрашивают про вашу клинику где находится в москве в москвели сколько кресел врачей вообще как клинику нас находится в московской области город фрязин это наукоград население города у нас очень маленькая порядка 52 тысяч но все пациенты едут большинстве случаев из москвы здесь до москвы 20 километров поэтому действительно есть клиники в городе которые лечат наших местных жителей мне почему-то доводится всегда каких-то москвичей либо ближе к москве спасибо спрашивают нужно ли разводить а пара ласкователе биорепея но я тут отвечу что нет то есть они специально сделаны такой консистенции конечно их можно разбавить я не развожу мне наоборот нравится вот это вот тягучесть ее какая-то допустим то что вот раньше я использовал это все в жидкие вот эти растворы здесь вот эту плотную консистенцию она реально очень классно она у меня возможно тем ты и так вот задел и шамбра такой полоски так хорошо так ну смотрите я думаю что будем уже вас отпускать да мы сделаем следующим образом уважаемые доктора если вы не успели задать вопрос переходите пожалуйста по ссылке в телеграм-канал потому что мы там сделаем пост о том что у нас прошел вот такой вебинар и вы можете в комментариях написать а мы или борисович попросим там потом зайти посмотреть может быть на некоторые ответить на вечерком когда будет вот я думаю что это будет более правильно ну что я вас благодарю очень было здорово пообщаться рассказать поделиться информации всем большое спасибо и ждем вас на следующих программах